Да, прямой эфир на ютубе у нас. Слава Богу сегодня! Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Господу! Всех приветствую, благоставляю именем Господнем, именем Иисуса Христа. В 17.00 по киевскому времени, вот сейчас, или в 18.00 по московскому, соответственно, я выхожу регулярно, стараюсь в последнее время регулярно выходить в эфир. По крайней мере, пятница, суббота и воскресенье. Ну и посреди недели также, фактически, пока я сейчас здесь, в нашей Киевской архиепископии, то я стараюсь ежедневно выходить в эфир в это время. Пусть Бог благоставит сегодня всех вас, возлюбленные, всех, кто смотрит это видео, в записи, всех, кто будет смотреть, всех, кто подключается сейчас к этому прямому эфиру. Благоставляю всех во имя Господне. Названием этого эфира я, значит, обозначил из Писания, из Священного Писания текст. Из книги Песня Песней. Книга Песня Песней. Шир Гаширим. Шир – это песня, пение, да? Шир Гаширим. Или же по-русски Песня Песней. Самая главная песня. Я люблю очень петь, хотя я не музыкант, не певец, но я вообще художник по своей специальности, до церковной моей специальности. Я священнослужитель уже, больше 30 лет уже несу служение, православное церковное служение. Но до того, до 87-го года, 88-го, моя жизнь, это была живопись, холсты, краски, кисти, пейзаж. В общем-то, да, в этом была моя судьба, я так полагал, моя жизнь. Через это я хотел проставлять Творца. И в конце 87-го, начало 88-го годов, моя судьба очень резко, она изменилась. И вот несу служение как церковный служитель. Православный церковный священнослужитель. Тогда, 30 лет назад, мое служение было чтеца служения, потом и по диакона, диакона. В 91-м году стал священником. И вот, в общем-то, уже 15 лет несу служение как епископ канонический, православный, не канонической, православной церкви. Такое интересное служение. Ну, как реформатор, как реформатор несу служение. Уже, ну, больше 20 лет уже в целом как реформатор тружусь. Из них в последних 15 лет как архиепископ. И вот за это время, знаете ли, действительно, я к этому месту писания, вообще к этому тексту я часто обращался. И писание, которое я обозначил как раз заглавием, оригинально звучит этот текст таким образом. Я принадлежу возлюбленному моему, возлюбленный мой мне принадлежит. Я в нем, он во мне. Я всецело ему принадлежу без остатка, он мне всецело без остатка принадлежит. Я и он, он и я. Знаете ли, я еще хочу слова Машеха привести, слова Христа, записанные в Евангелие от Иоанна, в 10 главе, 30 стихом написано. Очень короткий стих, но очень емкий. В него вошло очень-очень многое. Целая бездна. Он сказал, я и Отец одно. Я и Отец одно. Я и Отец одно. Это потрясающее слово по своей глубине, по величию своему. И действительно, в этом Иисус и говорил о тайне своего бытия, о тайне своей божественной личности, о тайне Бога воплощения, о тайне действительно выраженной в Священном Писании так, что слово стало плотью, обитало с нами полной благодати и истины. Это слава Отца на этой земле. Это образ икона, образ Божий на нашей земле. Потрясающее слово. Но это же слово, я и Отец одно, Евангелие Атеана, 10.30, оно говорит не только о божественной личности Христа, как чистого и непорочного Агнца, как Сына Божьего и Сына Человеческого. Но также это слово говорит о поразительном, удивительнейшем единстве с Творцом, единстве верующего человека и Бога. Да, друзья мои, братья и сестры, те, кто подключаются, я напоминаю, дамы и господа, братья и сестры, подключаю, напоминаю, прямой телефон, номер эфира. Шлите ваше смс-сообщение. И также этот номер почему и даю, потому что с помощью этого номера каждый из вас на территории Украины, с территории Украины или же можно через интернет, в принципе, с любой другой стороны сделать. Вот, ваше пожертвование можете как раз направить на этот номер мобильный. Им можно воспользоваться как карточкой. Это номер Киевстар. Слава Богу, за продвинутую такую компанию в Украине, Киевстар, которая предоставляет такую услугу. И они берут 3%, то есть если выложите 100 гривен, то 3 гривны Киевстар берет себе за эту услугу. Значит, и сегодня я также получал уже пожертвование на этот номер. Молюсь, благоставляю. Фактически каждый день кто-то что-то жертвует. Это замечательно. И верующие пишут мне разные конфессии, разные динаминации. Это еще больше радует. Потому что, ну сейчас слово такое есть, партнерство, да, оно очень популярно сегодня в христианстве. Я тоже как бы часто использую это слово партнеры. Но мне больше нравится вот такое старое доброе, может я старомоден, но старое доброе христианское слово братство. Мне очень нравится братство. И действительно, этим самым мы показываем, что мы едины во Христе Иисусе. Конечно, ваши десятины пожертвования, они принадлежат вашим общинам, церквям, синагогам, конфессиям вашим. Но помимо этих десятин, есть еще жертвы еще и на служение. Допустим, я лично участвую также в служениях, являюсь партнером очень многих служений. Пусть это понемногу, пусть это лепты определенные, но это мое участие в служении мужей и жен божьих, которые несут слово Божье, разные конфессии, динаминации, которые несут слово евангельское, слово благое вести. Слава Богу. И также я с удовольствием как раз принимаю пожертвования от верующих разной конфессии. И этим самым мы, я думаю, ну для меня это так, по крайней мере, что мы показываем, что мы одно во Христе Иисусе. И всевозможные барьеры, они просто-напросто ничто по сравнению с Божьей любовью. Инна пишет, слава Богу за вас, слушаю вас периодически и всегда мое сердце ликует. Пусть Бог ответит на все ваши молитвы. Аллилуйя. Аллилуйя. Очень рад. Спасибо, Инна. Спасибо, сестра. Дорогая, пусть Бог и вас благоставит. И мне очень радостно от того, что действительно наши сердца переполняются радостью, когда мы в Евангелии, когда мы во Христе, когда мы в любви. Когда действительно все эти земные барьеры, границы, они до неба не доходят. Когда действительно Дух дышит где хочет. Мы это осознаем, мы это понимаем и мы в этом движемся. Это самое потрясающее. Знаете ли, слава Богу. И каждый этот эфир, я думаю, это еще один удар по всякого рода сектанству. По всякого рода, разбивающий всякого рода сектантское мышление. Слава Богу. И, да, дамы и господа, напоминаю, телефон эфира и номер Киевстар для пожертвований. Партнерских или как, братских таких, сестринских. 0, 96, 96 еще раз, потом 2, 6, 6, 75. Напоминаю еще раз. 0, 96, 96, 2, 6, 6, 75. И не забудьте, если вы набираете смс, мне приходит смс из-за границы, приходили смс из-за рубежа, не из территории Украины, а из-за границы. И если вы набираете смс, то не забудьте плюс 3, 8 набрать на вашем телефоне, это код Украины. Плюс 3, 8, а потом уже дальше по тексту. Значит, 0, 96 набираете, 96 еще раз набираете, потом 2, 6, 6, 75. Вот это номер. Приходят сообщения о молитвенных нуждах. Я радуюсь еще тому, что не только о молитвенных нуждах, а это прекрасно, но еще приходят всевозможные ободрения. Места из Писания некоторые присылают, ободряющие такие, знаете ли, вдохновляющие. Так приятно было. Рано утром включаешь телефон, значит, о, приходит смс, ну, молитва, обычно как раз за нужды людей молюсь тоже. А здесь, значит, ободрение, будьте благостовенны, там, и место из Писания, там, чтобы Бог да восполнит всякую там нужду, там, аллилуйя. Думаю, слава Богу, аллилуйя. Вот, это прекрасно, друзья мои. Это очень приятно, и во Христе мы одно целое. Потому как Бог во Христе примирил с Собою мир вообще, и дал нам служение примирения. Не служение разделения, да, не служение ересей, сектанство. Не-не-не, сектанство это не в его духе. Сектанство это не его стиль. Сектанство это не его почерк. Это не почерк нашего Спасителя Иисуса Христа. Почерк нашего Спасителя Иисуса Христа, это действительно жизнь и жизнь с избытком, изливающаяся на весь род людской. Он сказал, что Бог есть благой, действительно благой, добрый, хороший, и всякое даяние благое, хорошее, да, оно исходит от Отца Светов, у которого нет никаких перемен вообще. Он постоянно добр и благ нам, слава Богу. И Он посылает дождь и на праведных, и на неправедных, благоставляя всех, желая всем людям спасения, и желая, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления, кого? Всех. Давайте скажем все вместе. Всех. Для искупления всех. Это первый постаник Тимофея, можете открыть это. Я сделал закладочки у себя в телефоне. Вот на такие любимые места писания, значит, как вот отец Алексей был вчера в студии, позавчера в студии, он как раз такое слово напоминал, паки и паки, что мы, люди, верующие, любимых мест писания. И вот тоже есть любимые места писания у него. У меня тоже есть любимые места писания. Я себе на телефоне сделал закладочки этих мест писания. Очень люблю их перечитывать, и в контексте это потрясающе. Брат Роман, приветствую вас тоже, значит, как Иина, Роман написал тоже слово мне. Слава Богу, народ Господень, Аллилуйя. Да, пишет дальше Роман, брат Сергей, пастырь, хай благословить вас Всевышний, Аллилуйя. Брат Роман, хай Бог вас рясно, мне это нравится очень слово, рясно, рясно, благословить, Аллилуйя. Благословляю вас, брат Роман, ваш дом, значит, и сестру Инну, и всех, кто подключается, сейчас подключился и будет подключаться. А также всех, кто в записи потом будет это смотреть. Потому что все трансляции я раньше не знал, как сохранять, теперь я знаю, как сохранять все это. И каждую трансляцию я тут же нажимаю, чтобы оно все сохранилось и буквально следом, сразу после завершения трансляции, кто, если, к примеру, подключился не с самого начала, уже 13 минут прошло эфира получается, да. 14 минуты эфира уже идет. Значит, и кто не сначала, то сначала только один был человек, потом два человека подключилось и дальше. Вот, так вот, и вы можете потом после завершения этого эфира тут же включить и на начало. И сначала уже посмотреть. Слава Богу. Благословляю всех вас. И еще моя убедительнейшая просьба к вам, дамы и господа, братья и сестры. Моя убедительнейшая просьба, подписывайтесь на мой этот канал. И каким-то образом его дальше, ну, как пропагандируйте или как-то, как сказать, рекомендуйте вашим друзьям, особенно православным друзьям, потому как мое служение реформаторское православное служение, евангельское православное служение, обновленческое. И оно действительно для всех. Но в первую очередь, во-первых, православным. Моя мечта, чтобы действительно миллионы и миллионы православных становились христианами. Потому как не факт, что православный является христианином. Хотя это мы обычно имеем в виду по умолчанию, как бы, но свежо в предании. То же самое, как и быть протестантом, не обязательно, значит, это быть христианином. То же самое, как быть и католиком, допустим, не всегда это быть христианином. Кстати, очень хорошая проповедь, рекомендую, я часто тоже на нее ссылочку делаю, я зачитываю часто даже в эфирах, значит, тоже себе скопировал, значит, эту последнюю проповедь отца Александра Меня, я считаю его учителем своим, один из моих учителей по жизни, один из вот тех светлых личностей, одна из тех светлых личностей, что на меня, на мое христианство очень сильно повлияло. По крайней мере, в 96-м году это было так, дамы и господа. Потому что даже скажу, что во многом именно благодаря его проповедям, его учениям, я принял решение сделать то, что я сделал. Я вышел из традиционного православия до 96-го года, я был, как и Александр Мень, священнослужителем традиционной, не обновленческой, не реформаторской, не евангельской какой, обычной русской православной церкви московского патриархата. То есть я прекрасно знаю эту систему, структуру изнутри, потому что в полном уже служении с начала самого 88-го года, то есть уже 30 лет назад, начал такое полное служение, полновременное еще такое выражение в христианстве сегодня. Да, дамы и господа, братья и сестры, и рекомендуйте эти видео вашим друзьям, знакомым. Я искренне надеюсь, что многие из православных действительно станут христианами евангельской веры, библейской веры. Потому как православными мы, я об этом часто говорю и у себя в церквях, в наших реформаторской православной церкви Христа Спасителя, архиепископом, которой я являюсь. И в гостях у баптистов, писядников, харизматов, адвентистов, методистов, очень разных верующих бываю, лютеран, католиков, православных некоторых, вот таких неканоничных тоже, там второканоничных, бываю, я делюсь словом Божьим, свидетельством своим, с превеликим удовольствием, указывая на Иисуса Христа как Искупителя. И я говорю часто, что православными мы становимся от православной церкви, воцерковляясь, приходя в храм, приходя на служение, воцерковляясь, внедряясь, вживляясь в православие, мы становимся православными. Воцерковляясь, есть такое красивое слово, мне очень нравится оно, воцерковляясь, одеваясь в церковь, облачаясь в церковь, воцерковляясь. Мы становимся православными, допустим, воцерковляясь в католицизм, к примеру, человек пришел в католическую церковь, он входит в нее, он облачается в эту церковь, как бы, да, воцерковляется в католицизм, и он становится католиком. Приходя в протестантские церкви какие-то, допустим, он воцерковляется, воцерковляется, облачается в эту церковь и становится протестантом, соответственно, своего выбора определенного жизненного. Знаете ли, это хорошо, это благочестиво, действительно, и мы часть какой-то культуры, либо протестантской, либо православной, либо католической. В христианстве много культурного христианства, действительно, много течения различных, десятки, десятки разных таких направлений в христианстве, свой сленг, в каждом течении выработался, своя культура, субкультура и прочее. Но, дамы и господа, я каждый раз повторяю, и у себя в церкви, и в гостях, что христианами мы не можем стать ни от православной церкви, ни от католической, ни от протестантской церкви. Христианами мы становимся только лишь от Иисуса Христа. Как православными мы становимся от православия, католиками от католицизма, протестантами от протестантизма, неконфессиональными верующими от неконфессиональной культуры, определенной уже складывающейся в мире, мессианскими от мессианских общин, допустим, масихистскими от масихистских общин. Но как бы то ни было, христианами по-настоящему библейской, евангельской, божьей веры мы становимся только лишь от Иисуса Христа. Кто уверует в меня, не просто воцерковиться в православие, не просто воцерковиться в протестантизм, не просто воцерковиться в католицизм, или в какое-то еще направление, мессианское движение, нет. А кто в меня обличится, во Христа облекшись, во Христа облачиться, во Христа оденется, во Христа погрузится. Тот, действительно, кто уверует в меня, так как сказано в Писании, есть разные переводы, и тоже себя скачал, я думаю, вы тоже пользуетесь, да? Я настоятельно рекомендую тем, кто еще не пользуется, скачайте на ваши телефоны, на ваши гаджеты различные переводы, сравнивайте их. Это потрясающее всегда занятие. Читая Слово Божье и какие-то вопросы ставя пред собой, я открываю разные переводы, и дух порой захватывает. Потрясающая картина вдруг возникает передо мной, как проповедником, как христианином. Я вижу глубину, а тем более, если вы и разносторонние, знаете, как в иудаизме есть выражение «многогранная тора», знаете ли, разные грани, разные вот воззрения, разные конфессиональные порой предубеждения, разные культурные предубеждения. Вижу, потому что разные переводчики по-разному действуют, знаете ли, от сердца наполненного, смотря чем, знаете ли, и взгляд на Писание порой очень разнообразен, действительно, и переводчиков, и нас, вот, пользующихся этими переводами. Ну, конечно, настоятельно рекомендую всем вам, дамы и господа, братья и сестры, я сам этим пользуюсь, скачать Библию с номерами Стронга, чтобы сравнивать как раз именно с оригинальным текстом. И даже годами не занимаясь изучением иврита или старого греческого койя, можно действительно посмотреть значение этих слов библейских, ветхого и нового, соответственно, заветов, именно в оригинальном звучании, как оно звучало, как оно в те времена, какое значение имело. Это очень потрясающее занятие, действительно, глубокое, и я Богу благодарен за технологии, за наш век, когда, как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной. Мы имеем возможность, вот, целую библиотеку иметь с собой, знаете ли, в путешествии, в дорогу, я раньше полчемодана возил литературы, теперь это все есть. Да, брат Роман пишет, разные переводы очень часто дополняют друг друга, аминь, да, согласен, совершенно верно. Они действительно дополняют друг друга, как и вообще разные проповедники, разные взгляды, разных христиан действительно дополняют друг друга, это потрясающе. Конечно, не без всяких там еретических мыслей, там, и, значит, и всяких конфессиональных там заморочек, фактически в каждом переводе. Но, в целом, это огромный труд, который действительно Бог очень сильно благоставил, переводческий труд, особенно последние десятилетия. Слава Богу за это, конечно. Так вот, дамы и господа, братья и сестры, и вот то слово, которое я вот, в общем-то, и озаглавил, как раз, которым озаглавил опять-таки эфир сегодняшний вечерний, я принадлежу возлюбленному моему, возлюбленный мой принадлежит мне. Аминь. Аллилуйя. Семья Татьяненко. Добрый вечер. Благословинь вам и вам тоже. Благословинь. Хай Бог. Рясно, рясно благословить вас. Аллилуйя. Да, для семьи Татьяненко, значит, тоже напоминаю, что номер эфира, значит, для СМС, сообщений о молитвенных нуждах. Дякую и вам. Да, значит, и также возможность с территории Украины очень легко сделать прожертвование, служение. Это 096-96-266-75. Повторяю, Киевстаровский номер. 096, дальше снова 96 набираете, 2-66-75. Вот так вот. Слава Богу. И, конечно, если будете в Киеве, или вы уже в Киеве, или будете в гостях, то, пожалуйста, и вы будете, допустим, в воскресенье, и утром, и думаете, куда же мне пойти в служение. Здесь масса церквей. Огромное количество в Киеве церквей. Мне это очень нравится. Пожалуйста, здесь жизнь церковная, бурлящая просто-напросто. Слава Богу. Как фактически по всей Украине. Но Киев это особенное место, конечно, безусловно. Столица. Здесь над схылами Днепра луна и песня. Иисусу слава. Иисусу слава. И в воскресенье утречком идешь на служение просто потрясающе. Столько много верующих. И с косынками, и без косынок, и харизматы, и православные, и католики, и протестанты разные. Идут все, торопятся в храмы, в молитвы на дома, в разные арендованные помещения. В любой ДК зайдешь, да, кинотеатр. Везде собрания какие-то. С утра до вечера фактически. Все выходные. Слава Богу. Это потрясает. Просто воображение. И это восхищает. Я восхищаюсь Господом дивным во святых своих. Слава Богу. И утром я очень люблю как раз наблюдать верующих, идущих, спешащих в собрания, в церковные. Так вот, если вы будете в Киеве, и у вас будет выбор, куда идти, в том числе, вы можете выбрать и наше собрание, которое проходит каждое воскресенье. Мы арендуем помещение, у нас нет своего храма. Будет свой храм, будет свое помещение, вообще хотя бы даже помещение, которое переоборудовать бы. Мы сейчас молимся, кстати, об этом, тоже поддержите в молитве, хорошо, в своих церквях, и так дома, допустим, домашней вашей церковью. Поэтому семья Татьяненко, это как еще церковь Татьяненко. Потому что семья, это еще и маленькая церковь такая, домашняя церковь, домовой храм, мне это нравится выражение. Здесь у меня тоже собирается, домовой храм. Так вот, и молитесь тоже, дамы и господа, братья и сестры, нужно свое помещение в Киеве. Притом, уже до Нового года надо нам найти точно обязательно помещение. Потому что то, что мы арендуем сейчас, оно мало приспособлено вообще для собрания. Ну, это, ладно, это полбеды. Но второе, что само помещение требуется оформить в православном таком стиле, в православной культуре, в украинской культуре. Это очень важно, думаю, немало, это очень важно даже. Вот, если на Кловской, там же, где мы сейчас арендуем, то в постоянную аренду брать зал, то это будет довольно накладно. Это центр города, но хотелось бы в центре, конечно. Кловское место уже такое известное, где мы постоянно собираемся. Молитесь об этом, хорошо? Это очень важно. Да, и служение проходит каждое воскресенье с 9 утра до 12 часов наше время аренды. Каждое воскресенье. Это станция метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6. Предприятие УТОС. Вход через проходную и лифтом поднимайтесь на 4 этаж. Да. Да, и благоставляю всех вас, дорогие друзья, дамы и господа. Время эфира идет, неумолимо дальше. Я хочу продолжить, с вашего позволения. Здесь делаю...